Святой Троице, Видихом Свет Истинный. Это песнопение исполняется за Божественной Литургией практически весь год. Обычно мои новые певчие запоминают гласы, привязывая их к часто исполняемым песнопениям обихода. Например, первый глас как «Благослови» на Литургии, восьмой глас как «Сам Единичий Бессмертный» из отпевания, ну а второй глас как «Видихом Свет Истинный». Мелодия второго класса находится у Альта, у второй партии, состоит из четырех музыкальных фраз. Первая фраза начальная, вторая и третья чередуются, и четвертая заключительная, то есть как мы поем. Первую фразу, потом вторую, третью, вторую, третью, вторую, сколько нужно? Заканчиваем четвертая заключительная. Слушаем мой навязчивый голос с хором. Он почернел, короче. Пиздец, у тебя дьявол в душе похоже. Пиздец, у тебя дьявол в душе похоже. Пиздец, у тебя дьявол в душе похоже. Услыши, как Господи. Ну, мне кажется, они не слышат у меня стены. Напоминаю, что вы можете замочнуть любое видео. 300 мощных всего лишь. Вы, наверное, заметили, что тон на второй глаз задается такой же, как и на первый глаз стихирного распева. Пиздец, у тебя дьявол в душе похоже. Я кожа купина, не сгоравши опаляема. Так, дева родила, если, и дева прибыл, если. И дева прибыл, если, вместо столба огня нога, праведно его сие солнце, вместо Моисея. Христос спасение душ ваших. Черепашка такой улыбается. Тропари и кондаки второго гласа поются на тот же самый распев, что и стихиры. Распев единый. Самый лучший. Распев единый. Тогда от умертвил, еси, блистанием божества. Некда же и умерший я от преисподних воскресил, еси. Вся силы небесные взывал. Распев единый. Не забываем Богородича. Чем мы больше знаем богослужебных текстов наизусть, тем мы лучше ориентируемся в службе. Все, паче смысловься, преславная Твоя, Богородица, Таинство, Чистоте запечатано и девству храниму. Матерь, познавайся, если не можно, Богородче истинного, Тогу боли спастися душам нашим. По второму гласу пока все. Если какие-то возникают вопросы, спрашиваем здесь, спишем в личку. Желаю всем здоровья, душевного и телесного. А второе воспроизведение работает. Смотрите, тут Котопес идет. Накормил, накормил, накормил. А это новый канал, короче, рекомендую всем олдам. Я вот недавно купил себе на телевизоре подписку на детские каналы, потому что там Nickelodeon был. И я подумал, ебать, как было бы круто, если бы я, например, просыпался там хуй знает во сколько и смотрел, например, Арнольда или Спанч Боба сразу с утра. Там на чём, кстати, показывают прикольные даже вещи. А там показывают, чувак, не Арнольда. Там показывают какое-то говно зумерцкое, новые мультики дурацкие вообще пиздец. Оказывается, все мультики умерли эти. Мне даже, знаешь, со времён Дэнни Призрака уже они перестали написать. Да, да, да. А вот канал появился на Ютубе, Ник Ревайнд Россия. Ревайнд, это значит старый. Да, охватила ностальгия. Канал Ник Ревайнд, это официальное предстанище шоу с твоего детства, восьмидесятые, девяностые, нулевые. Всё, что было дорого и несправедливо забыто, ждёт тебя здесь. Ох уж эти детки. Котопёс, Арнольд. Какая-то хуйня. Говно. Дерьмо. Новая жизнь Рокко. Новая жизнь Рокко. Там ещё крутые бобры были. Я смотрел, сидел целую серию, клянусь. Я сидел и смотрел, я охуел, блядь. iCarly. Ты смотрел iCarly? Я смотрел. Кто? iCarly. Pockesh. Вот. Не, я Дрэк и Джош смотрел, короче. О, да. Я тоже смотрел. Во, я Крутых Бобров целую серию смотрел. На этом мультике учился жить, так сказать. Так, ладно. Рандомные видосы всё-таки. Что будет следующим? Что будет дальше? Что будет дальше у нас сейчас? 300, может, напоминаю, чуваки, нужно, чтобы скипнуть видос. Блядь, я вообще, я целыми днями только смотрел. Ха-ха-ха. Я вообще больше ничего. Я просто жал бы на дела не смотрел. Ха-ха-ха. Вот я так недавно и делал. Финефтяный, статичный. И вы принести. Да. Верни Бобров. Вам понравились Бобры. Я думал, блядь, я, типа, играю на нотках вашего терпения сейчас, когда смотрел их. Ну ладно, я не против. Он маме позвонил и сказал, свиная шейка свитер надень. Который путешествовал на паровозике с чуваком. Джим Баттл, Джим Баттл. Джим Баттл. Микорец по имени Люк. Кстати, Саня, тебе удобно? Багдан тебя на какой-то бабкин стул поставил. Да, нормальный стул удобно. Я на табуретке раньше стримил. Клинит разъебанный стул. Чувак, я на табуретке полгода стримил, когда переехал на хату в Самаре. И, ничего, нормально себя чувствовал. Я не смотрел, кстати, Джима Баттлона, по-моему. Джима. Джим Баттл, Джим Баттл. Блин, у меня ещё... Я не могу зайти на Донейшн Алертс, чтобы чекать донуты. он бежит нахуй походу а поднялся sims good это уже уже конец бы я чуть-чуть принцесса сиси и ебаная просто не помойная визу или меч крылья артур мне тоже не нравилось я даже не смог стать так ничего рандомыч пока что потом можно глянуть напоминание что 300 можно всего лишь нужно на машину чтобы скипнуть видос реконструктивные окружении как улучшить свое окружение как влиять на окружающих как убежать от обломщиков 16 плюс там чувак заливает водку в глотку учет к сожалению с первую досмотреть вас тянут люди назад никто не понимает никто не поддерживает вокруг одни обломщики жизнь стоит на месте жизнь работа все стоит на месте а время идет где найти и вдохновляющее окружение как повлиять на окружающих как спастись убежать от этих обломщиков в этом видео я расскажу я знаю ты можешь меня зовут ицкак пентусевич я почетный профессор бизнес-школы я помогаю людям реализовывать потенциал и моментально улучшать качество жизни и в этом видео я тебе расскажу как конкретно улучшить свое окружение в начале факты начали 20 процентов людей зависят от своего окружения и 90 процентов людей обломщики что получается реальная вставка я хочу предложить тебе три варианта три инструмента как создать вдохновляющее окружение как повлиять на окружение и так инструмент номер один читай книги и смотри видео выдающихся вдохновляющих людей через эти видео через эти книги ты будешь с ними общаться а с кем поведешься от того и наберешься какие люди являются выдающимися чуку можно прочитать вы так похожи на меня с моим единственным другом еще и со школы мне 23 тупые рофлы просмотры под пивас а теперь он заж а я переезжаю в однушку чтобы жестко хиканить поэс правильно сэн коралл я вашу компанию надолго спасибо сани за мои первые аниме детства и богдану забухла стрима лы слове спасибо чувак спасибо кэнс сэн королл спасибо сэн королл че книги являются выдающимися например например евгений поносенков но ведь но ведь это не автобиографическая книгу него это история государства то есть история войны какого-то года как ты проникнешься евгением через эту книгу например там есть его галкарнеди один из самых выдающихся он пример приводит от того и наберешься например дэйл корнеди один из самых выдающихся тренеров последнего столетия что он стал выдающимся человеком после того как изучил авраама линкольна он изучал авраама линкольна он прочел все что в рамли интер написал он съездил в то место где в равнин конписал он сам написал книгу неизвестный линкольн и он стал авраамом линкольном то есть он взял его способы мышления в любой момент времени он думал как бы сейчас поступил авраам линкольн и поступал как великий человек а откуда линкольн знал вообще как быть великим человеком авраам линкольн изучил все что написал джордж вашингтон первый президент и так знаешь типа это бесконечно да просто изучая на хочу делают нормальные люди тут уж должны зачем нормально а правда что карнеги повесился винете висел портрет джорджа вашингтона и когда линкольну нужно было принять решение а вокруг были одни обломщики даже линкольна окружали одни обломщики и к нему приходила вообще мощнейшая мощнейшая идея окружи себя выдающимися личностями книги и видео вы почитали что-нибудь а то знаете уж и так читают чтобы сердце мне 2 принять фильм больше понравился джефф безос самый богатый на сегодня человек в мире 100 миллиардов долларов посмотри как самая любимая книга его любимая книга называется как я создал волна он изучил книгу сэма олтона который создал walmart когда мы было 44 года создал самую большую систему оффлайн магазинов тысячи магазинов огромная империя крупнейшая в мире империя торговли а это из амазона чувак это наш начальник стать джефф безос изучил его книгу как я создал волна изучил прям он везде пишет амазон амазон магазин всего моего то же самое только в жизнь джефф безос учился у сэма олтона он с ним общался он взял от него технологии системы подход жизни это очень важно третий пример близки к нам я изучаю всех людей великих людей которые достигли чего-то большого я спрашиваю какие три книги на тебя повлияли с кем ты общаешься я верю что величие передается когда ты общаешься с великими людьми зале поведешься твой наберешь совсем недавно у нас было интервью он брал интервью меня я брал интервью него я спросил его евгений какая твоя самая любимая книга конечно это самая великая книга которая только написано о мышлении стивен кови всем навыков высокоэффективных людей возьмем другой пример когда брал интервью у одного моего друга которого зовут ник учить ник учить человек который при минимальных исходных данных добился великих результатов какая его любимая книга как ты думаешь естественно он сказал первая моя любимая книга это тора библия 2 книга эта книга которая сделала миллионером чем что это за конечно не знаю роберт и осадник богатый папа я смотрел недавно на стриме это комедия какая-то богатыми это не комедия богатый папа покупает все детям всякие прикол ништяки спасибо джеб без нет он не покупает он типа написал книгу успеха и типа того как самоган выглядел как смешно и что я смотрел видоски стать богатым за 30 минут не на за этот момент донатов пришло штук 100 наверно но весь работа я не знаю помогло ли кому-то еще так сказать другие только обеднели от это так оп пластиночка на сандалите не найдено результатов странно залетный залетный двор ибо что там может быть ну даже прямо с названием за это двор мне кажется видео можно эти актеры залетный танцор на шашлычном дворе 95 просмотров он может хуй показать может пизду собаки показать что угодно 95 просмотров комментариев 0 данки и кожи чисто Мистер Секса Бит Мистер Секса Бит Питер Вайс, 9-й, спасибо большое за рождение Мистер Секса Бит Я помню, как мы пришли в кафе Разгуляева Там в Сектор Газа Туман играла песня Короче, нам нужно было с тобой пройти к столу возле колонны И мы проникали сквозь вот этих вот женщин Мы пытались пробиться Которые танцевали под Сектор Газа Фиг Мне заказал, короче, пять часов в год И все деньги на это потратил Свои, которые стоят две тысячи Ты кинул, по-моему, ты сказал Ты так и горишь Ну что, у меня сегодня деньги есть Гуляем, гуляем, ребят А я выиграл чемпионат в FIFA тогда в тот день Мы праздновали победу мою Ну, ни у кого денег не было Только посягал Он купил пять шотов, текилы Мы спустя пять минут уходим из этого пара Потому что мы, Филипп, проебали все деньги Да Так, все, танец закончился О, не, не, продолжение Какашка Спасибо, или не Какашка Это кивданейд, кстати Кивданейд Там замедлением голоса можно давать Все твердит, пиздец Это тысяча, первый год Да, тысяча пятнадцатый Ну, блядь Главное, что мы прикольнулись Три хэ Фосфейк А еще не обновились Там же миллион, наверное Да Сто пятьдесят, мне кажется, максимум Могли бы написать, чел под бутератом Или что-нибудь такое И это бы миллиард Просмотров с педалом Ну да, да, да Ну да, да, да Мои попал сети Заводной Ты такой Блядь Блядь, там ноллетняя вышла На цивоте Мать сразу прогнала Ты что, с ума сошла? Ты что, пьяница, что ли? Выпивоха, блядь Выпивоха Сюха А, а, а Табалуга Табалуга Красавица Табалуга Табалуга Видимо, это бумерский может читать Я просто по STS в восемь утра шел Поэтому Я всегда вставал, я будильник ставил Просыпался в восемь утра Шашлычный дворик Блядь, ёбаные автовоспроизведения Ненавижу их просто В основном из-за того, что они сажают батарейку планшета Когда засыпаешь под этот видос какой-нибудь То там бесконечно будет включаться Приходит 10 секунд и что-то играет обычно Типа если врубить такой автоплей Табалуга То есть ты заказываешь табалугу, вне очереди, так сказать Заставка, самое главное, видится Джорам Грасс Филм Стивилиус и ИМ Энтертеймент Переставля Чтобы выебали правообладателя Иди нахуй правообладателя Дети рисовали зуберлюгу Керой И если станет ясно, что пришла опасность опять Позовем друг друга на помощь табалугам Прилетай к нам скорее, дружок Спаси же табалуга, напасти нас И в этом же кип-пампе Спаси нас табалуга, спаси, ты как нам нужен сейчас Зубный Артас наступает Задержает вода Он планету превращает В большую улыбку льда Ты наш герой Милый табалуга Давай дружок Скорее расти Учись летать, как птица И может так случиться Что на луну ты взлетишь Тобою табалуга Не страшна нам беда Спаси нас табалугой И мы вместе будем всегда Скорее приел все это Причем для тех, кто уже давно По крайней мере для меня это Уже не вызывает улыбки Потому что лучше, чем твоя дочь гнида И про человека не будет Почему? В смысле? Это прикол, чувак Спаси сейчас разговаривай В 2020 январе Полнометражка будет по этому дракону Правда, фильм 2018 года Вот трейлер Пиздец, смотри Это табалуга? Да Да ладно Сэ табалуга Маленький дракон Ха-ха-ха Я зов сюда не летатый Летатый Не можу плювать его гнем Мы не настаты справедливым драконом Ха-ха-ха-ха Ты щас побачил? Так, богатый Малый, чё не могу А ты щас побачил? Когда твоя мама Доручила мені про тебя дбати Она сказала, что ты Ты особенный Ты знайпишь свой вагон Я обещаю Вау Крижаньте Это шанс Я маю это сделать Что сделать? Что сделать? Что сделать? Вау Это прекраснейшее создание которое я никогда не видел Кто б тел Это плюс 13 лет Эй Дракон! Правда! Схоже на тест Что скажи мне робить дракон у наших крижаных землях? Он шукает свой вагон Я впевнена Арктос тебе допоможе Дракон! Дракон! Какая радость! Я дам тебе Дракон! Как на меня тут пахнет А что он должен быть? Какие игры Вернуйтеся до героя Какие дороги Дракон Ты дракон И можешь летать Еленю Та його друзьям Щоб врятувати святим Він має знайти своє вагон И статус правним героям Только ты Вагонь може запомнить Так Вагонь ось ту úc Рузский трейлер Это украинский трейлер ебати Вот это да Где тут русский А смотри Это не украинский мультик Хороший вопрос Я сам в шоке В моём канале есть полная версия мультфильма «Табалуга». Да ты охуел, в смысле? Пиздобол. Где кто? Тут лезгинка только. Любой смерти робота еще. Пожалуйста. Да что же, мне нравится. Как же он наебал, пиздец. «Табалуга» нет ни одного, кстати. Ой, да ладно, полтора часа идет. Он не наебал. Это полная версия. А на украинском, надеюсь? Нет, на русском, не кажется. Ну, давай посмотрим. Я не могу. Я. Бля, как откину это не показали. Он только защитит Гренландию от Арктас. Это какая-то блядь, экранка, ебаная. Рассуждаю. Он поход сидел с телефоном. Блядь, это я снимал. Ебать, это крутой мультик, кстати. Да, это хорошая мультик. О, в заставке мультсериал в 90-х. Это это потом, посмотрим, я уже проанонсировал. Сейчас сначала рандомычу. Флиппер Лопатка, кстати. Он не Лопатычева Лопака. Новый трех крутых бобров. Ясно. Блиндажный масонский. Масонство. Часть третья. Гарри Поттер и масонский орден. Что вообще как-то могло получиться так, в принципе... 30 тысяч просмотров. Добро пожаловать на мой канал. Он съебался в космос от того, что... От закона, короче, когда после того, как думают, как пиздил. Тема сегодняшней презентации называется «Гарри Поттер и масонский орден». Вы меня просили раскрыть все, что там есть, потому что как-то один раз я сказал, что в этом фильме и вообще в этих произведениях есть очень много всяких тайных знаков. Когда я это сказал, конечно же, сразу мне сказали «Сделай полноценный ролик». То есть мне пришлось сделать достаточно, провести такую большую работу, пересмотреть все фильмы, чтобы не упустить ничего, чтобы сделать такую выборку и в последующем создать небольшую презентацию. Поэтому начать я хочу с одного комментария, который мне показался очень интересным, очень полезным. В сообществе ВКонтакте сегодня, кстати, там небольшой праздник. Сегодня сообщество перевалило за 10 тысяч человек. Ура! Спасибо всем большое, кто подписался, кто там общается и кто читает то, что мы выкладываем, наша команда. Спасибо большое команде, которая следит за порядком в группе и также публикует интересные новости. Комментарий был такой. Одна женщина написала «Да что вы прицепились к Гарри Поттеру? Это такое произведение, у которого нет аналогов». Это детская хорошая сказка, и там ничего такого зазорного нет. Я с ней полностью согласен. Дело в том, что для непосвященных людей это действительно обычная сказка, в которой все очень красиво, в которой есть мораль, в которой есть волшебство, есть какие-то желания, есть какие-то волшебные моменты. Но это произведение в первую очередь сделано для взрослой аудитории, которая посвящена во все это, которая видит эти знаки, и предназначено оно не для детей в первую очередь. Это пособие. Нихуя, я всегда говорил, блядь. Я всегда говорил, что Гарри Поттер – это одна из самых умных книг в истории. – Чтобы оценить и полностью вам продемонстрировать все, что тут происходит, потребуется не один десяток часов. Дело в том, что здесь рассказывается и о обряде посвящения, и кто такие профаны, и кто такие посвященные, и как проходит посвящение, и какие знаки вообще существуют, какие испытания прямосолнца. Сегодня я об этом всем расскажу очень кратко, я не буду все раскрывать, я просто хочу показать вам знаки. Итак, поехали. Первый слайд. Начинается произведение банально, да, когда ребенка принесли, значит, в дом к Дурслим, приемным родителям Гарри Поттера, его поселили, значит, в чулане под лестницей. И вот нам показывают, когда уже он подросток, ему 11 лет, он живет… – Да, нахуя он чекает фильм, если нужно чекать книги. – В чулане под лестницей. Казалось бы, простая аллегория на Золушку, не любит мачеха, значит, девочку, гоняет ее, заставляет работать, здесь показывают то же самое, но по факту здесь рассказывается совершенно о другом. Он живет под лестницей. В масонстве лестница символизирует очень многое. Сейчас мы с вами об этом поговорим. Итак, как он живет под лестницей? Второй слайд. У него есть кузен, такой достаточно некрасивый, полный мальчик с ехидной улыбкой, который над ним все время издевается. И вот нам крупным планом показывают лестницу. Здесь очень важно смотреть на все эти знаки, потому что крупным планом здесь будет очень много именно символики. Дальше вы все это увидите. Начинается, конечно, все это вроде как надуманно, вам будет казаться изначально, но чем дальше мы будем с вами обсуждать этот вопрос, тем больше вы будете понимать, что на самом деле это никакой не бред, никакая не ерунда, это на самом деле так. Итак, нам показывают такие вот кадры, когда по лестнице, на которой, по моим подсчетам, приблизительно 15 ступенек, это тоже очень важно. Для того, чтобы понять окончательно, надо пересмотреть фильм несколько раз, чтобы их посчитать. Ну, это, конечно же, такое отвлечение. Итак, этот мальчик издевается над Гарри, он прыгает над этой лестницей, и Гарри внутри в чулане все это сыпется, и осыпается на его лицо. О чем это говорит? Лестница символизирует власть, символизирует контроль над людьми, которые не состоят в иерархии, которые не являются посвященными. Да, и вот, пиздец, что, блядь? И на них все это сыпется сверху. И это можно трактовать по-разному. На них сыпется и как благо, и как негатив. То есть то, что дают, то и получают. Здесь тоже об этом будет много рассказано. Хочу сразу сказать, 59 слайдов, поэтому потерпите немножечко, я буду стараться все это емко и кратко. Значит, он над ним издевается, его бьет. Масонская лестница символизирует буквально следующее. Следующий слайд. Итак, в каждом храме есть атрибуты, которые там обязательны. Это обязательно две колонны, обязательно мозаичный, так называемый, шахматный пол и лестница. Лестница в данный момент символизирует не только степени посвящения ступеней, это и ученик, подмастерье, мастер, тайный мастер, и так выше. Если в храмах нет возможности поставить лестницу, ну, допустим, один этаж, там вешается обязательно плакат с этой лестницей. Здесь 15 ступенек. Опять-таки находим параллель, в фильме тоже 15 приблизительно ступеней, здесь такая же ситуация. Помимо власти, помимо испытаний, лестница символизирует величие, как я уже сказал, испытания будут. Если мы бы расширили наше повествование до того, как подробно описать посвящение, можно сказать, юного Гарри в масоны, то там есть испытания, он их проходит. Но сегодня, как я уже сказал, не об этом. Итак, следующий слайд. В доме приемных родителей у Дурсли есть много символики, которые показывают нам, что они именно принадлежат к тайным обществам. Вот здесь буквально вроде бы какой-то кадр, да, сидят, значит, Дадли и Петунья Дурсель, играют в карты. Но на заднем плане мы можем отчетливо увидеть статуэтку с масонской символикой. Циркуль, наугольник, всевидящее око и человек в пиджаке, который стоит и делает неоднозначный жест. Таких символов у них в доме много. Например, на тумбочке стоит, опять-таки, масонский символ, пирамида со всевидящим оком. Почему у них дома так много масонских символов? Это тоже отсылка к тому, что они имеют какую-то власть, но есть там и более такой жирный намек. Есть эпизод, когда семья Дурсли готовится к приходу важных гостей. Это во втором сезоне. Они репетируют, они делают инсценировки. Что вы будете делать? Я открою перед ними дверь, я перед ними поклонюсь, а я приглашу их вежливо в комнату. Фамилия гостей Мейсоны, что в русской транскрипции звучит как масоны, а в дословном переводе каменщики. И, как выясняется, мистер Мейсон, который пришел к ним в гости, по задумке автора произведения является директором строительной фирмы. Ебать. Дословно, каменщиком. То есть, в гости пришли масоны, и они перед ними в простонародье бегают на цирлах. Да, то есть, все это жирный намек, все это показывается, все это отчетливо и выглядит как пособие. Дальше. Следующий слайд. В фильме есть много намеков, много цифр и отсылок. И это не просто какой-то продукт-плейсмент фирмы Adidas. Здесь намеренно нам показаны перевернутые цифры, которые складываются в другие. 11,59 выглядит как 65,11. И да, это отсылка к тексту Библии. В этом эпизоде Гарри Поттер загадывает желание. Он мечтает, он надеется на удачу какую-то, что что-то произойдет, что все изменится, что его перестанут угнетать, произойдет чудо, произойдет удача, и он станет каким-то значимым человеком. Следующий слайд. И это отсылка к Исаии 65,11. Стих 11,12. А вас, которые оставили Господа, забыли святую гору мою, приготовляйте трапезу для гада и растворяйте полную чашу для мени. Вас обрекаю я мечу, и все вы преклонитесь на заклание, потому что я звал, и вы не отвечали, говорил, и вы не слушали, но делали злое в очах моих, и избирали то, что было не угодно мне. И здесь, как выясняется, Адидас вовсе не играет роль продплейсмента, его пирамида вовсе не случайно перевернута. Дело в том, что гад, о котором идет речь в 65,11, это все-таки бог грома, да, и в фильме звучит гром в этом эпизоде, вы можете отчетливо это посмотреть, когда показывает нам число 65,11, когда переключается Адди, это божество грома, на 12 звучит гром. Этого бога в других традициях, в древних анаанских называют Адди, что Адидас, поэтому не зря это здесь присутствует. Помимо прочего, это гад, бог фортуны, бог удачи, именно поэтому нам показ, как он загадывает желание. Но это еще не все. Дело в том, что здесь, в этом произведении увековечено очень много старинных масонских английских лож. Вы сейчас увидите. 65,11, итак, следующий слайд. В Англии, в Йоркшире существует ложа под номером 65,11. Пиздец, масонские ложи по всему миру имеют определенный номер. И эта ложа не исключение. Данная ложа называется «Рассвет», поэтому она здесь присутствует. Смотрите, что здесь происходит, я сейчас вам покажу. У масонов есть свое издательство газета «Белая роза». Если вы посмотрите на символику ложи «Рассвет» под номером 65,11, вы увидите символику двух белых роз. В издании «Белая роза» масоны из этой ложи вдруг по совпадению оказываются на переднем плане возле здания, в котором снимали Гарри Поттера. В этом здании снимали Гарри Поттера, чувак. Вау. Снимали Хогварт, в том числе, некоторые эпизоды. Вот такое вот совпадение, да, это первая отсылка к одной из старейших лож. ложа была сделана в 1947 году. У каждой ложи есть конституция, которая, ну, вроде как устава, и она тоже принимается, это тоже очень важно, дальше вы поймете почему. Следующий слайд. мы поймем. Когда Гарри Поттер вместе с Хагридом, который тоже является важным персонажем, вошли в банк Гринготс, на полу мы можем видеть звезду Давида. Это банк, это финансы, и здесь нам напрямую показывают, ну, кто заведует финансами, да. Давайте посмотрим, как в карикатурном виде показали нам людей, которые заведуют этими финансами, да. Следующий слайд. Гоблины, крючковатые носы, низкий рост, врожденческие черты лица, очки, волосы как бы кудрявые такие, да, посмотрите, такие, такие черные глаза. Как вы думаете, на кого это аллегория? Не на кого. Да, сразу понятно людям понимающим, кого это показывают, зачем это, все это сделано, кто держит финансовые схемы, да, то есть, все это нам показано. Итак, я думаю, все понимающие, здравомыслящие люди поняли, поэтому переходим к следующему славясь, большой чувак. Хранилище 713, это тоже очень важный эпизод, потому что здесь нам показывают крупным планом опять-таки чисто масонскую символику. Нам показывают изначально общий план хранилища, потом на очень длительное время режиссер Крис Коламбус пока... Я не могу досмотреть это видео, а ведь оно такое интересное. все машина да, мошна собралась. Забудь, 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 споль, все забудь, забыл. Пиздец, следующее рандомное видео и но к пожевывать похоже на ичи года кстати ног себе только пожирает две секунды видео все следующее видео стебрить наверстывание там так интересно было там реально было два масонских символа дома это что совпадение что ты же может быть такое нет нет возможно это притянуто за уж может быть это photoshop ну знаешь слишком много совпадений мне кажется стебрить наверстывание ничего стебрить стебрить картинность тачалка ооо твой любимый помню я как не зайду когда сможешь видос иконы такие вообще половина русского ютуба это кейкона видосы скажем строительство дома усадка либо тетки выращивают цветы какие так потянуться подвизной странно интуиция локационный сергей савельев интуиция ласка в руби разок рик сарчик давай появимся рик сарчик давай блин если я найду это так гитман коллекцию кстати мы дрались честно я победил корр второе видео интуиция что рик сарчик давай 5400 4 раза а а а а а а а Субтитры сделал DimaTorzok 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 DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok DimaTorzok Спасибо большое